Мне стало известно, что у неё есть ребёнок от первого брака, которым она от меня прятала. Ну, дешёвая женщина, скажем так. Всё, умер. Всё быстро. Ну, вот чем она вам не пришла? Ну, всем. Можно это не снимать? Я Лариса Гузеева, это «Давай поженимся», добрый вечер. Сегодня у нас невеста Екатерина, Ольга и Елена. А жених у нас Константин. Здравствуйте. Мы вам рады. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Константин, 43 года. Отменил свадьбу с возлюбленной, узнав о тайне, которую она хранила на протяжении двух лет. Константин – успешный адвокат, президент коллегии адвокатов. Гордится выигранными делами. Играет в большой теннис и много путешествует. Предупреждает, что на отдых всегда берёт с собой маму. Мечтает о сыне. Константина не привлекают отчаянные карьеристки и женщины с детьми. Женится на образованной, ухоженной красавице из хорошей семьи, которая сможет грамотно управлять домашним персоналом, но при этом не постесняется встать к плите или убраться в квартире. Какую же такую страшную тайну ухранила ваша невеста, что вы даже раздумали жениться на ней? Была у меня такая весёлая история в жизни, когда я познакомился с девушкой неземной красоты. Мы друг друга, ну, наверное, любили, как я полагаю. Константин – очень серьёзный мужчина. Уверенный в себе, спокойный. Прожили вместе более двух лет, а по истечении двухлетнего срока мне стало известно, что у неё есть ребёнок от первого брака, которого она от меня прятала. Мало того, которому столько лет ровно, сколько вы с ней прожили. То есть она буквально, родив, оказалась в ваших объятиях. Когда бывает, мужчина скрывает наличие детей? Наличие жены. Мужчине легче скрыть. А вот когда женщина скрывает наличие ребёнка? Как же она тогда, какая она мама? Скажите, а чем же вы её так напугали, что она вам эту страшную тайну боялась раскрыть? Может быть, если вы каждый день говорили, какое счастье, что ты бездетная, что у тебя нет денег. Какое счастье, как мне повезло. Потому что до этого была такая же прекрасная Люся, но у неё был ребёнок, вот я на ней не женился. А ты какая вот всё-таки-то у меня прекрасная. Я не думаю, что я её чем-то пугала. Нет, вряд ли. Это был её выбор, это было её решение. Нет, так просто не бывает. Вот если бы всё у вас было хорошо, и вы бы говорили, вот ещё в ребёночка, вот был бы у тебя ребёнок уже, кстати, готовенький, я был бы счастлив. Она бы сказала, так у меня есть, пожалуйста. Раз его так, из-под стола. Серьёзный мужчина, на самом деле. Да, с принципами. Очень сдержанный. А как узнали, кстати? Она, собственно говоря, и сказала. Ну как вот, просыпаетесь, ни сном, ни духом, всё как прежде, всё прекрасно. Она готовит завтрак и говорит, ну, кстати, Костяна, а у меня ребёнок, два года. Примерно так всё и было. Мы стали обсуждать вопрос о регистрации наших отношений, и она мне об этом рассказала. Что ребёнок весь период времени проживал с родителями. У неё, кстати, очень хорошая, милая семья. Я, ну, тепло относился и к маме. А родители тоже не говорили никогда, не намекали? Вы же с ними были знакомы? Нет, они помогали. Когда мы приезжали к ним в гости, они ребёнка сплавляли бабушке. А ребёнок здоров? Да. Я сейчас вот рисую задание, которое предоставила нам любезная передача «Давай поженимся». Я надеюсь, Василиса Володина откроет нам какие-то секреты. И вот прямо разом всё по-живому. Вот как она сообщила, вы тут же с ней и расстались. В течение недели мы расстались. За неделю расстался с ней окончательно. То есть всё то, что их связывало эти два года, было всё у неё. А по телу, по фигуре не было никак, да, заметно, что она рожавшая? По фигуре-то уж совершенно точно не было никак заметно. Она была танцовщица из одного из московских клубов. Она была в шикарной форме, поэтому по телу никак заметно не было. А он по клубам ходит. А ты что хотела? Я, честно говоря, не очень люблю ходить по клубам. И, ну, не знаю, может быть, это было случайное встрече? На нём сказывается образ холостяка. Вероника, вот вы же были в курсе этой истории. Конечно, вы же родная сестра. Да. Да, не пробовали поговорить, что с женщинами такое вот бывает? Нет, не пробовала, потому что я никогда не поддерживала этот выбор. Почему? Ну, я считаю, что не тот товарищ, который должен быть рядом. Ну, вот чем она вам не пришлась? Ну, всем. Ну, девушка-танцовщица, пробивающаяся в жизни определённым способом. Ну, как женщины могут пробиваться? Ну, как она? Послушайте, она жила два года с вашим братом. Ну, жила, да. И что? Ну? Ну, если можно, я просто не хочу это даже сейчас обсуждать. Нет, нужно, потому что мы же не называем адрес, фамилию, имя. Нет, я понимаю. Просто в моём понимании этот человек даже не заслуживает обсуждения. Нет, а мне это нужно для того, чтобы я вот учла ваши слова, и уже в следующих невестах их целых три будет. Да? Уже смотрела на них где-то и вашими глазами. Ну, дешёвая женщина, скажем так. Теперь мотивы её понятны, почему она молчала два года. Конечно, адвокат обратил на неё внимание, у них были отношения, она хотела не выйти замуж. Мне кажется, она сначала просто не сказала, а потом уже не смогла. Давайте тогда сейчас определяемся, какая женщина вам нужна. У вас есть ребёнок, шести лет. С половиной. Да, от женщины, которую вы не любили. Просто так получилось, по залету. Да. Очень ёмко и правильно, по залету. И понимали, что вы на ней не женитесь, хотели, чтобы она сделала аборт, но она ребёнка оставила. Чему вы сейчас несказанно рады? Безусловно. Здесь тоже ребёнок есть с шести с половиной лет, и на сегодняшний день ей непонятно, поставлена ли точка в истории с той женщиной, которая родила. А на ней почему? Что не хватило до любви? Ну, её не было изначально. Мы познакомились через интернет, на сайте знакомств. Меня, как и любого, наверное, нормального мужчину привлекли, а, внешние данные, и, б, она являлась человеком из иной социальной среды, нежели моей прежней избраннице. Она тоже адвокат, она кандидат наук. Поэтому меня к ней потянуло. Ну, то есть головой потянуло, а всем остальным не ушёл. Да, душа началась где-то там. Скучно? Чужие мы, конфликты постоянные. Из-за чего? Она сильная личность, трудоголик, вся в юриспруденции. Ну, понятно. Да, я точно такой же. А хочется домой приходить, чтобы тишь да гладь, мирно, приятно, сладко, вкусно. Тишь да гладь, благодать, да. Лену отдадим только в сильные руки. Это да. В надёжные. Да, чтобы... Ну, это ещё мы посмотрим. Вы из семьи, где все друг друга любят, правильно? Да. Такая еврейская семья. А Идаша мама, самый лучший, хорошее образование, мои глазочки, мои губочки. Мой самый сладкий, самый... Да, самый... Где мои пальчики, что ты будешь кушать, уже вот это всё самое-самое. Понятно, да. Хочется такую же жену, правда? Да. Только чтобы при этом была секси, она бы просто, чтобы вот мозг отлетал, да? Чтобы была красавица невероятная, чтобы родители ещё ваши же ею гордились перед всеми хвастались, какая у нас невестка. Не бывает так. Я очень даже вписываю... Я в синагогу не раз приходила, меня приглашали на еврейский хоккей. Я очень детская часть еврейской общины. Заметьте, в семье там очень сильно разве. Сегодня вот синагогу открывают. Ну, у вас есть много бонусов. У вас престижная профессия. Вы статусный мужчина и не бедный. Это уже так много. Потом вы не урод. То есть нельзя сказать подруге, зато богатый. То есть вы вполне себе ничего. Скажите, пожалуйста, хотелось бы, чтобы она была еврейка? Конечно, хотелось бы. В семье бы хотелось бы. Хочется, наверное, я так думаю, чтобы приходила домой, и дома было тепло. А вы замужем? Да. То есть всё хорошо, один муж? Да. Но русская женщина тоже может дать очень много тепла. Ну, у меня, кстати, сказать русский муж. А он, кстати, написал только не еврейка. Вот так вот, сестрёнка. Только не еврейка. Да, вот так, сестрёнка. Оля, ты не боишься его сестры? Она такая очень категоричная женщина, по-моему. Да нет, я не боюсь. Константин, скажите, пожалуйста, что это у вас за такая семейная традиция с мамой отдыхать? Мама стала вдовой с 98-го года, начиная, когда папа не стала. На сегодняшний день маме 77 лет. Девчонка. Ну, такая девчонка, но уже в годах девчонка. А вы прямо с женой будете? И мама тоже будет? Ну, скажем так, ваша жена будет ездить со свекровью. Не в одном номере. Да мне это вообще всё равно. А что тебе? В смысле, что будет сыночка тратить на мамку деньги? Нет, я в смысле к тому, что если это семейная традиция, пожалуйста, вот я и буду спрашивать невест, как вы смотрите на то, что свекровь всегда будет присутствовать в вашей жизни. Вы знаете, просто невесты, когда приходят в семью, им хочется, чтобы сразу все мамочки перемёрли. Вот им. После смерти своего папы тоже очень стала дорожить мамой. И, возможно, я буду приглашать на отдых свою маму. Прекрасная идея. И они будут жить в отдельных номерах. Как часто ваша дочка будет присутствовать в жизни уже в новой семье? Ну, на сегодняшний день с матерью моего ребёнка есть такая договорённость, что на выходные я ребёночка забираю, выходные он проводит со мной. Кстати, на свежих детей хотите? Ну, конечно, да. Конечно. Мне всё понятно. Ну, мне тоже понятно. Получается, вам 43. Хорошо, что вы купец со всеми ключами, причём они у вас в квадрате, имеете в виду, по количеству. А вам нужна где-то родная. И без детей. И без детей. Если женщина 30, значит, уже что-то там было со здоровьем. Потому что если до 30 не родила... Почему? Ну, что почему? Сейчас гигантское количество женщин откладывает рождение детей на после 31-го ребёнка. Есть такое понятие, да откладывайте ради бога. Понятие старородящего никто не отменял. Понимаешь, хоть бы медицина куда бы не ушла. Я первого родила в 32, второго в 40. Да, Ларис, я тоже первого 28. Я его вынашивала просто на сохранение. А я даже не помню, как я рожала между съёмками. Всё индивидуально, розочка. Мила, уже время, другое обстоятельство. Всё индивидуально. В 25 сегодня рожать неприлично, когда у тебя ни кола, ни двора, ничего. Да сейчас, наоборот, везде уже. В ней больше ориентированной уже на запад. После 30-ти, конечно. Какую хотите видеть? Хорошая для меня будет, хорошая для него. И чтобы у них всё было хорошо. Нет, у него была танцовщица, вы сказали, что уж была одежа поганая. А хорошо-то не было? По факту. Два года-то в страстях колотился, поэтому... Ну, в страстях, да. Уже надо срезать голову, колотиться. Да, да. Пока смерть не разучит со своим пецаком, поэтому... Лариса, я расскажу. Нужна умная, смышлёная, но не такая, чтобы была умнее Константина. Я не сомневаюсь, что вы к нам пришли не зря. Но что-нибудь либо сегодня в программе произойдёт, либо по итогам, потому что вы в таком периоде своей жизни, когда вас новая женская красота интересует. Поэтому сейчас не отказывайтесь, пожалуйста, ни от чего, что вам будет предлагать жизнь в виде девушек. Даже если какая-то из них не вполне соответствует вашим изначальным ожиданиям, может быть. Потому что для вас пришло время меняться, и, может быть, новый женский образ вас затронет больше, чем то, что вы ожидали раньше. Потому что уран аспектирует Венеру, у вас с весны, кстати. Поэтому я вообще, конечно, хотела бы знать, вы сами искренне, у вас точно нет никаких отношений за последние полгода, не было? Вы пришли к нам свободным? Ну, во-первых, я никогда не говорил, что за последние полгода у меня не было отношений. А секс не повод для знакомства? Нет, это как раз астрологические расчёты это подтвердят, но я имею в виду отношения серьёзных, которых вы обещали бы что-то женщине. Их нет на сегодняшний день. Давайте так. Ну, хорошо, проходите, знакомьтесь. Константин, добрый вечер. Добрый. Меня зовут Екатерина. Примите этот незатейливый сувенир на память. Надеюсь, он будет не последним. Спасибо большое. Екатерина, 33 года. Хозяйка агентства по проведению промо-акций. Гордится своими стихами. Признаётся, что любит отдыхать с комфортом. Предупреждает, что не ездит в метро. Мечтает и ребёнки. Екатерина рассталась с состоятельным женатым любовником ради того, кому испытывала по-настоящему сильное чувство. Но узнав о нём всю правду, поняла, что совершила ошибку. Надеется, что Константин – достойный претендент на роль её мужа. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Здравствуйте. Я понимаю, так на тортике – это Роза, Василиса и я. На тортике – Роза, вы и Тамара. Потому что, посмотрев последнюю передачу, я увидела Тамару. Прекрасно. Я с большим удовольствием Розе откушу голову. Первая невеста, мне кажется, очень напугана. Ну, вообще, она приятная. И партия не очень красивая. Стройная, как любит Константин. Ты томатку съела? Никто. Молодец. Что вас удерживало рядом с вашим любовником? Мне уже страшно, как Роза откусывает голову. Только деньги или чувства были какие-то, Катя? У меня были только чувства к нему. С ним я познакомилась, когда мне было 22 года. Я только что приехала в Москву. Знали, что женатый? Я о нём не знала ничего. Меня познакомили на мероприятии. И задавать вопросы, женатый человек или неженатый, ну, это несколько неприлично. Тем более, у меня же не было цели сразу выйти замуж. А когда узнали? Через сколько? А вы знаете, мы стали просто дружить. И в процессе общения у нас не было любовных отношений. И в процессе общения они переросли уже в более близкие. А сколько дружили? Ну, где-то полгода. Ну, у меня на самом деле табу по поводу женатых мужчин и брака. Гражданского. Гражданского. Ну, конечно. Вот тогда он вам сказал, я тебе ничего дать не могу, потому что я женат, кроме, как отношения, любовники. Друзья-любовники. И ты можешь сама смело выбирать себе друга и искать себе личную жизнь. Личную жизнь я искала, конечно. Я пыталась разорвать отношения, и он меня... То есть по-дружески с ним спали и параллельно искали? Нет, это не по-подружески, нет. Это было не по-подружески. Это были полноценные отношения. Но в какие-то моменты, естественно, я женщина, я хотела семьи. Я хотела приходить домой, чтобы мой мужчина был рядом. Я хотела ребенка. А он вам точно должна понять, что никогда не женится? У него просто нет такой возможности. У него дети, ему надо воспитывать их. У него есть супруга, он порядочный человек. Даже если у кого-то. Есть подобные истории. Если ты их на глазку выделишь. Возможно, но это история жизни. Почему он должен скрывать историю своей жизни? И вот когда вы встретили следующего своего мужчину, влюбились? Я сразу влюбилась. В секунду. Просто моментально. И я поняла, что это тот человек, от которого у меня дрожат колени. От которого у меня до сих пор, может быть, какие-то воспоминания, мурашки идут по телу. И с ним я была пять лет. До того момента, пока его супруга не перечитала нашу переписку. Случайно не были удалены сообщения. Случайно не были удалены какие-то смс-фотографии. Она мне позвонила. Это было еще зимой. Мы с ней встретились и поговорили в кафе. Мы встретились в кафе. Мы много часов с ней присидели. Как можно вот с мужчиной? По ним же заметно, что вот он пришел от женщины, женатый. Они пахнут по-другому, выглядят по-другому. Ларис, вы... Они едят по-другому. Когда вы любите человека, вы стараетесь... Тогда тем более ты уже на второй минуте понимаешь, что там что-то не так. Катя, ну я считаю, что пять лет встреч с женатым мужчиной, который не сделал выбор в пользу этой женщины, это просто огромный самообман. Казирина, детей у вас нет? Детей у меня нет. Это и было основным камнем преткновения, потому что в 2013 году я вернулась от сестры. У меня сестра жила на Мальсе. Я отдыхала и приехала. Просто полная сил, желания и эмоций. Я сказала, я хочу ребенка. Это был сентябрь 2013 года. Подписали себе приговор этим, хочу, да? Да. То есть вы прямо вот готовы, готовы? Я всегда говорю, они меня прощают. Катюшенко, а вы с вами откуда? Я из республики Мордовия. Ага, а давно приехали в Москву? В 2004 году, 11,5 лет назад. Ну я считаю, что женщина, которая идет в любовницу, она себя не ценит. Да, женщина, которая соглашается на роль второй, там у нее и цена. У вас есть три бонуса, свидание наедине, скелет в шкафу и семейные традиции. Скелет. Я даже не хочу думать, про что там. Боже, ой, что это? И что это? Вы знаете, это не закрытая дверь, до конца не закрытая дверь в моей прошлой жизни. Есть хорошее такое выражение. Мне холодно, не стой на пороге. Либо закрой дверь и войди, либо останься там. Вы хотите сказать, что с вашим возлюбленным у вас еще не все закончилось? Они, отношения, как отношения полноценные, они прекращены. Но поздравления с праздниками, какие-то созвоны и как дела, привет, вообще, как ты живешь, конечно, продолжается. Я знаю, что он вас сегодня ждет у Останкина. Он приехал вместе с вами. Нет, конечно. На собеседование он приезжал. Сидел прямо и ждал ее. На самом деле, тем фактом, что тот мужчина ждал ее около Останкина, конечно, проиграла. Я бы ее не выбрала, была бы я, Константин. Приготовили сюрприз. Да, у меня сюрприз, к сожалению, сегодня не совсем тот, к которому я шла. Я хотела вам спеть, я очень люблю петь. О, давай. Но с пением у нас сегодня небольшой конфуц произошел. Я охрипла. Не в голосе. Не в голосе, просто не хочу вас расстраивать. Можно я прочту стих, единственное, что я заплачу. Курочка моя, конечно. Нет. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Вот бы мне так вот, так вот, раз, дублик. Я пока всех не перехрани, господи, прости, не вспомню весь ужас своей жизни. Нет, мне заплакать. Вот вы с Василисой на пару. Давайте. Можно это не снимать? Можно снимать и нужно, потому что я обожаю женщин, которые плачут. Вы забудьте, читайте от души. Пожалуйста, заботься обо мне. Я вырвалась из замкнутого круга. Пусть я сдам свои права, таким трудом добытые. Ты прав. И ты по праву. На всех моих врагов найдешь управа. И всех моих друзей запустишь в дом. Ты добрый, ты высокий, ты плечо. Ты два плеча и твой спокойный запах уткнуться и не думать ни о чем. Уснуть в твоих больших мохнатых лапах. Ты сильный, но о каменной стене молчу. Наелась, хватит. Не желаю. Любить не обязую. Умоляю. Пожалуйста, забудься обо мне. Спасибо, девочки. Забирайте свою подружку. Проходите в комнату. Она кому сделает сюрприз? Мне кажется, своему будущему. Да. Дверь однозначно не закрыта. Константину не понравился сюрприз. Вероника и Владимир, как вам, невеста? Шпак, магнитофон, посла медальон. Тортик сама не сделала. Из Мордовии. Дядечка на стуле, в шкафу. Если, конечно, Константин решит с ней какой-то вопрос, мы этого дядечку, конечно, отодвинем быстро. Но сам факт наличия его, ну, по опыту знаешь, что невозможно так взять все и обрезать все такие отношения. Поэтому я считаю, что тут надо глубоко подумать. Вероника? Ну, я, в общем, согласна с Владимиром. Абсолютно. Есть женщины, которые хронические любовницы. Они интуитивно ищут мужчин несвободных. Потому что внутренне они не готовы быть женами. И вот это стихотворение говорит о том, я кошечка, я калачиком, я слабая, ты меня люби, на ручках носи, я лялечка, я тара-та-та. Это возможно. Только отношения взрослый любовник и любовница. Я пришла на эту передачу лишь потому, что я хочу стать женой и не любовницей. И я никогда не считала себя любовницей. Семья это же, когда двое пашут, в общем-то, одинаково, да? Ну, не важно, кто там разгружает вагоны, а кто... Я не представляю, в 33 года, вот, ну, не вижу. И мужчины уже сегодня, надорвавшиеся, не хотят беспомощную лялечку, куколку, балетницу. Константин вот со мной согласен, понимаете? А домой ты приходишь, у тебя должен быть тыл. Сейчас так страшно вокруг. Поэтому ты дверь закрыл и понимаешь, вот здесь вот мой сотоварищ, с которым еще можно поржать, поесть, попить. Потом детей сделать с большим удовольствием, друзей принять. Потом поехать отдохнуть, потом сесть здесь к мамке, потом про эту мамку же, про любимую, посплетничать по дороге, опять же, поржать, понимаете? Это все вместе. Семья это очень-очень сложная вообще конструкция. Сегодня, тем более, у Екатерины, мне кажется, она не готова к замужеству. Она как потерявшийся щенок. Причем, у нее все равно, кто ее подберет и кто приберет. Нет, ну уж так грубо я бы не стала. Нет, ну не грубо. Почему? Ну, это вот такая вот женщина-любовница. У нас такие были в 50 лет. Роз. Ой, что, Роз, ты же, по сути, сказала, а я про другое. Вот, дорогие мужчины-то, имейте в виду, то есть то, что вам бы хотелось бы иметь в качестве жены, это уже не про вас. Ну, я имею в виду, вот, из хорошей семьи, детородной, они помоложе берут. И имеют право есть такие. Так вот она детородная, из хорошей семьи. А вот что осталось. Почему? Из хорошей семьи и детородной. Роза, ты такая стала грубая. Это для тебя 33, детородная. Для меня детородная, это 24. Детородная. И тут не знаешь, что лучше, ребенок был бы или мужик. Вот и выбирайте, что вам больше нравится, как говорится. 24, детородная. Ох, тебя салют с этой программой. Просто ты, ну, невозможная становишься. Прямо... Сама не хотела голову откусить, а я тебе виновата. Вот когда он улыбается, приятный, да? Он очень хороший, она улыбается. Насыпались на Екатерину и совершенно зря, на мой взгляд. Кто на нее насыпался? Ну, беспочвенное обвинение, причем все, оголтело. Но единственное, что Константин не высказался. А ты Ленин, ты прям вот точно знаешь, как все. Нет, я рассчитываю, что Константин отнесется более снисходительно. Екатерина на самом деле не такой вялый и мягкий человек, каким она предстала в стихах. Совершенно не вялая, не мягкая, жесткая. И не жесткая. Она легкая. Она просто никогда не хотела собой обременять мужчин, от которых она зависела. Зависела не материально, а душевно. К сожалению, у нее в гороскопе все показатели того, что она к мужчинам, ну, не то чтобы излишне привязывается, она начинает душевно зависеть. Да, я соглашусь с вами, что это особый строй психики, скажем так, такая зависимость. Но при этом она не является совершенно мягкой, беззащитной, вот той девочкой, которой она хотела бы быть. Она и такой не является. Я не сказала ни одной буквы, что она мягкая, беззащитная. Мягкая, беззащитная жила бы сейчас у себя бы в... И при этом она не та самая лялечка, о которой ты говоришь. Она не лялечка, она хочет быть лялечкой. Василиса. Но она хочет замуж и может выйти замуж. Конечно, хочет еще бы. Ты готова на него переключиться? Конечно. И полностью забыть все. Принять его ребенка, принять его семью. Это будет не так просто. Это будет не так просто, ты видишь, да? Я абсолютно уверена, что это не тип вечной любовницы, о котором ты упоминаешь. Совершенно не так. Да, женщины-водолейхи, свободолюбивые. Они иногда долго не выходят замуж, но вовсе не потому, что им нравится женатый мужчина. Между прочим, ее рисунок, а я попросила сегодня всех невест проявить свою творческую составляющую, активизировать правое полушарие, так сказать, и показать нам вот до конца свою искренность, потому что в словах она не всегда проявляется, которую хотел Константин. Ее рисунок выдает в ней много нежности, много готовности к постоянному общению с мужчиной, потому что много красного и желтого цвета. То есть она вовсе не та, которая просто ищет себе спонсора или человека, который будет содержать, и вовсе не та, которая хочет прикинуться вот той самой ляльчикой. Слово меня так резануло, просто ужасно. Потому что она стихи про это прочитала. Василиса, она прочитала стихи. Хочу быть кошечкой, сюзечкой, бусечкой, на ручках носить. Ей до сих пор приходилось отношения со своей Венерой в козероге выстраивать не как страсть и не как чувство, а как какую-то череду постоянных шагов. А то, что есть. Совершенно верно. И хочется другого. Ну разве невозможно это понять? Так нам понятно. Послушай, ей надо на программе почаще появляться, Василиса. Совершенно просто говорим, как будто бы об одном и том же. Но ты говоришь, что соль сладко, а сахар соленый. Да нет, я нельзя... Все очевидно, конечно. Да, кто спорит? Ты безжалостный. Ты просто безжалостный. Девочки, не ссорьтесь. Очень такой серьезный он мужчина. Такой серьезный, пресерьезный. Очень материальный, мне кажется. Да. Не возьмешь его слезой. Проходите, знакомьтесь со вторыми местами. Константин, меня зовут Ольга. И я искренне желаю, чтобы участие в передаче «Тавай поженимся» изменило нашу жизнь. Спасибо, очень приятно. Мне. Ольга, 35 лет. Менеджер в агентстве недвижимости. Увлекается плаванием, изучает английский язык, любит ходить в рестораны и посещает тренинги по саморазвитию. Мечтает написать книгу о любви. Подслушав однажды телефонный разговор своего возлюбленного, Ольга несколько месяцев не находила себе места. Но в конечном итоге приняла решение уйти. Надеется, что Константин честный мужчина. Ну, вы красавица, просто невозможно. А что же за слова вы услышали по телефону, когда ваш возлюбленный разговаривал с кем-то? Что вас так насторожило? Ну, я просто услышала, что в момент его поездки в Америку ему позвонила другая женщина. Конечно же, он ей говорил о том, что ему неудобно разговаривать. Но в тот момент я просто почувствовала, что речь идет именно о том, что они летят вместе. Мне такой типаж не по нраву. Он чересчур сильный. Он такой феминистичный немного. Это женщина, которая все расставляет по своим местам. А вы в том, что усомнились в нем, ему высказали? Вы знаете, именно в тот момент у меня не было такой возможности сказать ему об этом. Почему? Потому что за ним уже приехало такси. Потому что этот звонок раздался в тот момент. Хорошо, а встать на пороге и сказать, что-то я не поняла. Ну, вы знаете как... Не, подожди, секундочку, подожди. Я сейчас, извини, меня услышала разговор по телефону. Мы с ним уже столько времени прожили. Конечно же. И мне показалось. Нет, короче, а там друзья уже сигналят, в дверь ломятся. Вы так ногу в дверь и говорите, не, давай все-таки довыстим. Пять минут ничего в нашей жизни не изменит. Давай рассказывай. Была немножечко такая ситуация, связанная с небольшим скандалом. Потому что его вещи, ну, не совсем традиционным образом покидали квартиру. Вот. Но выяснить, да, то есть почему раздался этот звонок, и что за женщина звонила, да. То есть он сказал, что, естественно, мне все показалось, и что я истеричка. Понятно. Ну, по-другому быть не может. В общем, он улетел в Америку. Да. Достойная соперница? Да, конечно. Достойная? Да. После того, как он съездил в Америку, мы поехали отдыхать в Прагу. А до этого он мне говорил о том, что, знаете, он бы хотел потанцевать танцы для взрослых в стиле свинг. Будем называть это так. Я в своей постели третьих лить не терплю. Да, совершенно верно. Ну, это грязь, понимаете. Это же вам никогда 21 год, и вы студентка, не знаю, в театральной академии. Я бы не простила, не позволила такого вообще, чтобы даже предложили мне. Я бы, в общем-то, сказала свое категоричное «нет» на эту ситуацию, да. Ну и все, да. То есть после этого, после моего отказа участвовать в этом. Все и началось. Все и началось, да. То есть, соответственно, после этого мы очень быстро разошлись. И, собственно говоря, он, в общем-то, выбрал женщину, да. Которая была, наверное, согласна на его непрестольное предложение. Да, они вместе отдыхали в Америке. И все, мы разошлись. Вам нравится Константин? Да, Константин очень серьезный. А вы, судя по всему, нравитесь Константину. Ну, смотрите, сколько тепла в его лице. Ну, вы знаете, я на вас как-то вот с вами общалась. У вас нет еврейской крови? Нет. И детишек у вас нет? Нет, у меня нет детей. Наверное, может быть, одна из причин была, что Ольга его не удовлетворяла все его желания, и поэтому он решил реализовывать их на стороне. Вполне возможно. А у вас осталось два бонуса. Свидание наедине и семейная традиция. Свидание наедине. Лиз. АПЛОДИСМЕНТЫ Ставлена точка в отношениях с той женщиной, от которой у вас ребенок? Что имеется в виду под точкой? Я имею в виду, что вы уверены в том, что вы не выберете ее в качестве женщины, которая сопровождала вас всю жизнь? Нет. Фибра уже сделала в обратном направлении. Вот точка в взаимоотношениях, так ставить вопрос нельзя. Да, она мать моего ребенка. Да, да. И наши отношения очень хорошие. Я не люблю как с матерью ребенка. Нет. Потому что я очень не люблю, когда люди врут. Я чувствую просто броню кожей. И, в общем-то... Ну, сейчас что чувствует ваша кожа? Ну, сейчас вы очень приятные. Я чувствую с вами себя очень спокойно. И у вас очень красивые глаза. Спасибо. А что до 35 детей не было? Ну, так сложилась жизнь. Ничего себе сложилось. Ну, были шансы, но... Ответственная, потому что безответственная женщина рожает без мушей. Да ладно? Рожает от любовников, лишь бы было повесить на кого-то. А человек ответственный включал голову и понимал, что ее ребенок, кроме нее самой, никому не нужен, а ей не справится. И ей не справится. А чуть не справится, она каким большим начальником работала? Ну, а с кем бы тогда было ребенок? А если бы она родила ребенка без мужа или от любовника, Руас? Ты бы сказала, а что рожала-то? Руас, потом ты каким большим начальником? Руководитель управляющей компании, это что-то вроде директор Жека. И что директор Жека? Только называется, ну, только называется. Красиво. Хорошая директор Жека. Хорошая, серьезная специальность. Я бы тоже директором Жека пошла. У тебя возьмут. Дорогие люди, если вы сейчас видите нашу программу, возьмите розу в Жек. У вас все будет работать, экраны, батарейки, паспортный стул. Возьмите ее, пожалуйста. Куколка моя, давай сюрприз. Помада «Красивая смерть» дадите накрасить губы? Константин, я вас приглашаю. Давай, давайте. Она очень яркая, эффектная, сильная. Погоняя даже макияж. Ведение. Константин, все мои друзья очень счастливы в семейной жизни, потому что в определенный момент они сдали свой главный экзамен по знанию знаков дорожного движения семейной жизни. И только в передаче «Давай поженимся» вам предоставлена уникальная возможность сдать данный экзамен экстерном. Я вас попрошу внимания на экран. О чем вам говорит этот знак? Холод. Холод. Хорошо, следующий знак. Будьте добры. А вот этот знак о чем-нибудь вам говорит? Налево нельзя ходить. Не подсказывай. Запрещен поворот налево, да. Да, ну это о чем говорит? Что нельзя ходить налево. Следующий знак. Это кемпинг. Больница. Кемпинг, хорошо. Следующий знак. Ну не волнуйтесь, что это значит, как вы думаете? Деточки. Деточки, отлично. Следующий знак. Ну, Константин. Любовь, два любящих сердца. Итак, мы должны всегда закрывать на недостатки друг друга. Разумеется, не ходить налево. Соблазнять друг друга в постельном режиме. Обязательно стать родителями. Любить и уважать друг друга. Какая умница. И еще я вам в торжественной обстановке вручаю удостоверение. На машине. Главное семейного водителя. Спасибо, вы очаровательное просто украли наше сердце. Давай поженимся вашим мобильным. Советы от наших экспертов по телефону 0736 в любое время. Пока реклама. Владимир, улыбаетесь. Понравилась она мне. Понравилась мне тоже. Кельт. Самонатуральная кельтская девушка. Да. Зеленая, рыжая. Красавица. Просто нереальная. Нереальная красавица. Я не знаю, как сердце жениха, но сердце Ларисы ты покорила. Вы нереальная красавица, я не могу сказать или согласиться с вами. Мне сюрприз понравился. То есть как-то так вот. То есть вы не согласны, что она красавица? Ну, на вкус и цвет фломастеры разные. Разные. А вам какие нравятся? Ну, а я при чем? Какая разница? Нет, как? Ну, вы засеяли. Мне нравится бросить так зернышко в сердце сметенное братика своего. А мне помню, так она красавица. Нет, ну, приятная девочка, приятная манера поведения. Ну, красавица. Ну, хорошо. Эталон. Давайте из ныне живущих или неживущих известно. Ларис, вы для меня красавица. Ой, да ладно. А почему? Да, спасибо. Ну, да я уже пожилая женщина. Хорошо, сто лет в обед. Кость. Она достаточно внешне интересна. Она мне понравилась. Вот ее модель, которую она выстроила в форме сюрприза, я это воспринимаю как навязывание мне ее правил. Он набуган. Оля, а если он зайдет, ты готова с ним выйти? Меня терзают уже смутные сомнения. Какой из этих знаков вас возмутил? Нет, вы про другое говорите. Не надо обсуждать всем известные постулаты. Это не так ясно. Ну, это немножко наивно. Ну, Кость, ну, ладно. Какой против... Какой противный. Ну, смотри. Ну, да, она не столько наивная. И что же здесь такого? Нет, она не столь наивная, она хороший манипулятор. Это вот знаешь, про что говорит? Это я тут в интернете увидела. Там жена кричит мужу. Там, что смотришь? Он говорит, Первый канал, что там идет? Давай поженимся. Что? Давай поженимся. Что? Давай поженимся. Я согласна. Понимаешь? Вот он так не успеет. Это уже будет. Давай поженимся. Вот про что. Боится скоро она такая. Константин. Да нет, это как творчество. Поверьте. Но она прямо сахар-мед. Торт, пирожные, варенье, печенье. Я не ем фотка. Тьфу на вас. Я думаю, что он огорчился, потому что он не угадал ответственный вопрос. Может быть, он просто не готов жениться? Да, кстати. Как вариант? Меня немножко расстроила ее психографика. Можно так сказать. Ты же говорила, что красное и желтое это будет. Красное и желтое, да. Но только красного и столько желтого. И полностью отсутствуют цвета Юпитера и Сатурна. Это значит, что она хотела бы мужчину очень сильно. Здесь много белого и детей она хотела бы очень сильно. Сейчас она готова. Но социальные планеты Юпитера и Сатурн говорят о готовности именно к браку, к формальным формам отношений. Поэтому очень хотелось бы ей все-таки дорисовать чего-то здесь еще. То есть она хочет отношений, хочет мужчину, но внутренне она сейчас пока не так стремится замуж. Хочется, видимо, как-то компенсировать предыдущие отношения. Но если вы мужчина серьезный, вы же можете предложить ей замужество сразу. Почему нет? Мне кажется, она стремится. Знакомьтесь с третьей невестой. Проходите. Добрый день. Очень рада нашей встрече. Надеюсь, она не случайно принесет море положительных эмоций. Спасибо. Елена, 31 год. Владелица косметической компании. Увлекается ароматерапией и ведической культурой. Предупреждает, что она не сторонница гражданских браков. Елена нашла своего возлюбленного в капусте. Но эта находка не принесла ей ничего, кроме разочарования. Надеется, что Константин поможет ей стать счастливой. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень вам рада. Извините, что я тоже, видите, раскрашиваю, мне разрешила. Действительно увлекательное занятие. Я очень давно хотела разрисовать мандалу. И вот сегодня как раз две мечты сбылись. А у вас в бутылочках что? А в бутылочках, да. Это как раз вам подарок. Это мой абсолютно натуральный крем. Вы сами делаете? Да, это мой рецепт. Красивая очень девочка, да? Очень такая радостная, жизнерадостная. Глазки у нее горят. Леночка, вот я всегда думала, что детей находят в капусте. А как это вы там мужа вдруг разыскали? На самом деле я поехала работать в Англию. Тогда были популярны стажировки. И я поехала как раз-таки на ферму с супервайзером. Там, собственно, и познакомилась. В Великобритании. То есть он у меня британец. Мой бывший молодой человек. И что, прямо любовь-любовь? Первые четыре года мы с ним дружили, переписывались. Катя, 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 Катя. Как можно четыре года строить отношения с мужчиной по переписке? Я не знаю. Мне кажется, что это невозможно. А после у нас начались уже более близкие отношения. И я поняла, что я, наверное, перелюбила. То есть очень долго ждала от него предложения. В целом 10 лет мы вместе. Ужас. Да. Уже там любится и перелюбливается, как говорится. Так. Блин, я тут за рисунком подружку. Вот, волосы распустила по плечам. Как подружка зовут? Кристина, небось? Да. Кристина, Даша, Полина, Аня. Знала ведь, что идете подружку сватать? А Кристина? Что это вы там себе накрутили? А я всегда так. Ну, я здесь живу. Да, я приехала с Прибалтики. Замужем, говорю, Кристина? Нет. Вот дает. Елена, зачем вам это надо было? Вы такая скромная, хорошенькая. А вот такой типаж, наверное, нравится? Такой нравится всем, Руслан. Во! И при том не замужем. А я тут себе сижу, это раскрась сам. Прямо увлеклась. Послушайте. Молодец, у тебя хорошо получается. Небрежно, правда, немножко, но красиво. А вам нравится, Кристиночка, такой тип мужчин, как на жених? Ну, нужно пообщаться, я так не могу сразу ответить. А вот это вот принцип, типа, не уведи парня у своей подруги. Не, у меня с этим строго, я не смотрю ни в коем случае. А вы чем занимаетесь? Я? Я работаю в ботике. Правильно. Хорошенько. Волосы свои? Конечно. Какая прелесть. Константин, а сколько разорваться, да? А сколько вам лет, Кристиночка? Мне 24. И возраст, опять же, любимый всех мужчин. Детей нет? Нет. Вот 24, прекрасный возраст. Константин, не поддавайтесь, это провокация, может быть. Они пытаются просто отвлечь вас от Елены. Я догадался. И тут там молодая жена, да, подружки красивые. Молодые, красивые. Как мы. У вас остался один бонус, семейная традиция. Семейная традиция, мы с мамой и с бабушкой ходим собирать травы. В принципе, мама нас никогда не лечила таблетками, поэтому сегодня хочу вас угостить с бронем чаем. Да, ну она будет сюда приезжать раз в полгода с травами, с чаем, поедет Константина, уезжать. Он в этот момент будет строить отношения с той женщиной, от которой у него ребенок, и все будет замечательно. Я всю дорогу, вместо того, чтобы смотреть вам глаза в глаза, раскрашивала. Мне хочется узнать про себя. Это самый оригинальный зиндудл, который я видела за последнее время. Вот обычно яркость цветов говорит о том, чего человеку не хватает. У тебя фактически все залито розовым цветом с желтым, большая часть рисунка. Это цвета Венеры и Солнца. Вообще это творческие цвета. Тебе, на мой взгляд, не хватает либо каких-то картин новых, либо спектакли. Тебе внутренне ты прямо нуждаешься в том, чтобы сейчас что-то происходило. И одновременно розовое это еще и чувствительность и переживание. Тебе нужно, чтобы это были не просто проекты, в которых ты могла бы сама выразить. Тебе нужно куда-то выплеснуться эмоционально. Тебе нужны на самом деле ласки и нежности. Ты ждешь этого от жизни. Спасибо. А у Елены получилась тоже достаточно красивая, гармоничная картинка с акцентом на Венеру земную. Хочется любви земной. Вам хочется тоже, мужчины, хочется, чтобы кто-то обогревал, кто-то был рядом. И очень хочется, чтобы она была постоянной, эта любовь, потому что много элементов Юпитера присутствует рядом. Спасибо. Покачайте сюрприз. Пойдемте вместе. Я думаю, что либо ты, либо один. Думаешь, один? Да. С сестрой и с другом. Сегодня у нас сюрприз. Это мой по собственному рецепту изготовленный крем для лица. И я хотела бы, чтобы вы сами выбрали еще один компонент, который дополнит основную композицию. Ощутите запах и как он вам. У тебя аллергии нет? Нет. А ты сейчас помажешь. Нужно будет выбрать одно из двух. Мы пробуем эфирное масло сосны и эфирное масло левзей. Они оба подходят, но какое-то сейчас по настроению должно подойти больше. Вот это. Левзей, да? На самом деле это масло говорит о том, что человек достаточно легкий, романтичный внутри. Давайте сейчас попробуем, что у нас получилось. Это очень легкий крем, который вы можете наносить после бритья и попросту увлажнять кожу. Видишь, Константину нравится все нюхать. Видишь, балдеть ему нравится. Ну, по его лицу не скажешь, что он балдеет. Спасибо большое, девочки. Замечательная подружка. Девушка, Вероника и Владимир, что скажете? Съешь березовые коры, избодришься до поры. Но, на самом деле, меня очень удивило то, что девушка 10 лет за британцем бегала. Я-то понял, почему она хотела стать британской подданной. Так, сейчас меня поднимутся, помогут. Девочка понравилась. Живая такая, довольно искренняя. Ну, вот от нее вот вид чем-то таким вот, настоящим. Не верю ей. Константин? Ну, я о своем восприятии говорю. Понравилась она или Кристина? Подружка. Кристина не замужем. Кристине 25 лет. 24 года. У нас были такие претенденты. Приходили за одними, уходили с другими. У нас действительно. Вот все по любви. Все по согласию. Никто никому и ничем не обязан. Нет, ну, Кристина мы все-таки обсуждать не будем. Что касается, ну, непосредственно невесты. Миленькая, неплохая девочка. И на этом, наверное, стоп. Как тебе Василиса? На мой взгляд, она достойная кандидатка в жены, потому что у нее в гороскопе пересекаются, в принципе, самые важные женские качества. Это земля и вода. То есть она и достаточно душевна, и хозяйственна. Мне кажется, он старую девушку. Она ему как-то визуально очень вписывает. Визуально, да. И она готова уже следовать тому, что он хочет. Нет, ему нужна такая... Ну, вы пока посовещаетесь, да, и мы тоже посоветуемся. Давай совещаться. Ну, какие будут? У меня нету. Я считаю, что. Подвинем. Мне, например, номер два девушка. Шотландка. Она ведь за банону, что ли? Рыжая. Ужас. Вратина с нами. Нет, она нормальная, у нее кельтский нос, как это говорят. А можно его подрежать? Нет, его не подрежать, нет. Она, мне кажется... Слушай, она вульгарна до крайности. Я не вульгарна. Очень вульгарна. Мне кажется, она... Зеленое. ...самый подходящий вариант, но... Зеленое платье. Она второй сапог в нашей паре. Вульгарная, действо, дико. На самом деле. Самая искренняя вот эта вот последняя. Ну, она простенькая. Наоборот, она не искренняя. Мне кажется, она тут столько наворотила. Что ты? Десять лет ходить за британсом? Ну и что? Ну, хотел из-за него выйти замуж. А что в этом платье? Уехать на конец родины? А что она его сразу за жабры не взяла? Ну, нет у нее хватки взять его за жабры сразу. Знаешь, сестра, это очень важная роль играть в жизни. Но выбирать Константина... Выбор сделали? Да, я сделал выбор, да. Роза? Я вот всегда напоминаю, что у брака и любви различные стремления. Брак ищет выгоды, любовь, расположение. Поэтому мы сейчас здесь, прошу, будем говорить про любовь или про брак? Мы говорим про любовь. Ага. Не понимаю. Ну, про любовь тогда к Леночке. Она еще молодая, ей еще можно мозги пудрить и так далее и тому подобное. А готова для вас, для брака Екатерины? Если бы вы ее историю не знали бы, не вытащили бы, она, как Зоя Космедемянская, бы никогда бы не призналась бы. Вот это уже готовый ваш формат, женщины. Если он зайдет к тебе в комнату, ты будешь этому рада, если он тебя выберет? С вами должна быть женщина яркая, четкая, точно уже сориентирована по этой жизни. Потому что вы немножечко так будете растекаться, слушать маму, сестру, друга. Она должна будет у вас в кроватке, говорит, нет, миленький, пойдем спать. Я тебе сейчас все расскажу, как должно быть на самом деле. Олечка, она такая прелестница. И она не будет против ни вашего ребенка, ни ваших денег. Она в результате сделает все равно так, как ей хочется. Но для вас это будет неболезненно и незаметно. Но она яркая. Конечно, вам нужна барышня яркая. Зачем вам сидеть за столом и смотреть на чужих жен? Ну зачем? А вы сами с такой красоткой придете. Все будут вам завидовать. Мне кажется, для вас это важно. А еще мне очень интересно, кого все-таки посоветует Василиса. Интересно, да. Конечно, для вас соблазнителен типаж Ольги. Потому что та самая яркость, о которой говорили, потому что в ней много энергичности. Она говорила довольно уверенно в себе. То есть источала эту энергию. Поэтому действительно она захватила ваше внимание. На текущем этапе я бы рекомендовала все-таки Екатерину. Потому что она, женщина воздушная, это тот образ, с которым вам легко начинать общаться. Пускай даже она не произвела на вас какого-то экспрессивного впечатления. И пускай вы не обольстились сразу. Советую рассмотреть Екатерину. Я думаю, что вы решили, куда пойдете. В любом случае, мы вас поддержим. Проходите, пожалуйста. Муж начал пить, я от него родила ребенка. Когда он начал меня бить, я родила второго ребенка. Возьмешь меня к тебе? Нет, она после секса, как мужик, отворачивалась к стенке и засыпала. Как я. Я предлагаю всем выйти и поддержать Константина. Пульска, привет. Я пришел за тобой. Ты мне очень симпатична. Я надеюсь, что у нас все получится. Я очень рада. И тоже надеюсь на это. У нас есть пара Константина и Ольга. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гудеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай позвонимся. Удачи. Рада за вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин